В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Участники общественной организации «Опора России» отметили 20 лет со дня образования подмосковного отделения. Я видела много новых проектов, как люди в нашем округе начинают коллаборировать, искать другие связи. Героями юбилейного 50-го сюжета проекта «Стихи живут повсюду» стали воспитанники детского сада «Лесная сказка». Дети кто-то сам хотел, конечно, кто-то еще стесняется, для кого-то немножко сложно. В Развилковской библиотеке открылась персональная выставка видновчанки Ирины Красновой. Если какое-то плохое настроение, берешь кисть и рисуешь, то меня это спасает. 20 лет со дня образования Московского областного отделения отметили участники общественной организации «Опора России». Она объединяет организации малого и среднего предпринимательства. Мероприятие, посвященное этому событию, прошло в Видном. На нем побывала и наша съемочная группа. Сегодня наша конференция посвящена теме раскрытия потенциала малого и среднего предпринимательства Московской области и, конечно, 20-летию нашей организации в Московской области. Даже юбилей для участников «Опоры России» – это прежде всего повод собраться и обсудить насущные для предпринимателей темы. За 20 лет проделан немалый путь, и теперь авторитет организации позволяет решать многие проблемы, которые стоят перед предпринимательским сообществом. Добиваться некоторых вещей приходилось совершенно разумно. По нескольку лет это касается прежде всего корректировки и совершенствования законодательства, которое касается малого бизнеса, контрольно-надзорных органов, чем мы занимаемся и сейчас. У нас «Опора России» хорошо знают и принимают на всех правительственных уровнях. В первой части конференции награды получили люди, которые внесли значительный вклад в деятельность «Опоры России». Неслучайно открытая конференция прошла именно в «Видном». Местное отделение здесь открылось несколько месяцев назад, объединяет 34 организации и активно растет. Ленинский городской округ – гостеприимный округ. Бизнес здесь активно развивается, работает. Ну и, конечно же, администрация в лице главы округа также поддерживает развитие бизнеса. Ну и в целом, конечно, Московская область, она развивается. Московское областное отделение в целом растет каждый месяц. Мы принимаем в месяц порядка 30-40 новых членов. Планируем к концу года выйти минимум на 1000 человек. Организация «Опора России» объединяет представителей малого и среднего предпринимательства. И помимо различных обучающих мероприятий, ее деятельность направлена на объединение людей-дела. Они ищут взаимовыгодное сотрудничество. И даже уже на моих глазах я видела много новых проектов, как люди в нашем округе начинают коллаборировать, искать другие связи. Мы сейчас на нашу конференцию пригласили и ТПП, и другие женские организации, которые у нас. Мы очень рады, что все мы едины, объединяемся и коллаборируем. На моем примере это новые связи, новые какие-то партнерские отношения, новые клиенты. То есть очень помогает масштабировать, развиваться. То есть как и предприниматель, как спикер, то есть в разных областях. На конференцию в Видном приехали представители всех муниципалитетов Подмосковья, всего около 300 человек. К собравшимся с приветственным словом обратился первый заместитель главы администрации Ленинского городского округа Альберт Гравин. Мы в администрации, руководитель Алексей Петрович Спаский и я очень активно поддерживаем на всех этапах развития. Потому что это чрезвычайно важная история, когда собирается мощный коллектив предпринимательского сообщества в единое целое для того, чтобы достигать тех целей, которые они перед собой прежде всего ставят. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. По традиции 1 октября отмечают Международный день пожилого человека. Накануне этого праздника в Центре социального обслуживания и реабилитации Домодедовский состоялся праздничный концерт. Побывала на мероприятии наш корреспондент Юлия Стаферова. Осень называют золотой порой, а почетный возраст принято считать золотым временем. Поэтому и было решено отмечать Международный день пожилого человека в самый разгар осеннего сезона – 1 октября. В преддверии этого праздника в Центре социального обслуживания Домодедовский прошел праздничный концерт. На мероприятие выступили участники программы «Активное долголетие». Организовали мы этот клуб. Ходят люди старшего поколения. Мы уже приняли новеньких четверых людей, две пары, и они уже сегодня танцевали. Яркое и красочное событие надолго запомнится старшему поколению. Нина Ищеркина ведет по-настоящему активную жизнь и уже не первый год посещает клуб по своим интересам. Скандинавская ходьба, йога, цигун, всякие поделки у нас Татьяна Николаевна вела. Эмоции такие вот, энергии столько, не знаю даже вот что, захлестывает все. Вообще все классно. Для пожилых людей организовано большое количество увлекательных занятий. Общение помогает им получить заряд энергии, положительные эмоции, используя для своего здоровья провести свободное время. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Юбилейный 50-й сюжет в рамках совместного проекта телеканала Видное ТВ и историко-культурного центра «Стихи живут повсюду» посвящен Дню Воспитателя. Его главными героями стали малыши из детского сада «Лесная сказка». В конце сентября в нашей стране отмечают День работника дошкольного образования. Именно поэтому очередной выпуск проекта «Стихи живут повсюду» посвятили воспитателям. Произведение Нины Найденовой, Ольга Павловна выучили наизусть и прочитали малыши из детского сада «Лесная сказка». Кто расскажет обо всем, от чего бывает гром, как работают заводы и какие там станки, и о том, как садоводы избивают цветники. И про север, и про юг, и про все, что есть вокруг, и по углу, и про газ, по тайгу, и по Кавказу. Про медведя прорешу, и про ягоды вешу. Кто научит рисовать, строить, шить и вышивать, усадив ребят в кружок, прочитает им стишок, скажет, выучите сами, потом прочтете маме. Кто сейчас же разберется, почему Олег дерется, почему Ульга леснины, матрешку отбила, почему слона из глины, Миша сразу поломал. Эта воспитательница – это Ольга Павловна. Любит Ольга Павловна всех своих ребят. Очень Ольгу Павловну любят детский сад. Воспитатель Анастасия Привада рассказывает, что ребята со всей ответственностью подошли к заданию. Стихотворение выучили за несколько дней. Репетировали в детском саду и повторяли дома с родителями. Для них, когда говоришь телевидение, для них это просто праздник. Дети кто-то сам хотел, конечно, кто-то еще стесняется, для кого-то немножко сложно. Мы часто с ними учим стихи. Они очень любят стихи, пальчиковые гимнастики. И для них это было очередным стихотворением. И они с удовольствием учат и рассказывают. До встречи с воспитателями лесной сказки я даже и не знала, что среди российских праздников есть День воспитателя. А между тем это поистине всенародный праздник. Потому что у каждого из нас в памяти живет вот такая Ольга Павловна, как в стихотворении Нины Найденовой. Или Раиса Степановна, как вот в моем случае большая веселая женщина, с которой связаны и мои первые горести, и мои первые радости детские. Воспитатели – это мудрые наставники и добрые друзья малышей. Ведь для каждого ребенка детский сад становится практически вторым домом. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В конно-спортивном парке «Русь» прошли соревнования по выездке между спортсменами школы верховой езды «Спирит». Конный – один из самых красивых и грациозных видов спорта. Это был последний клубный турнир на открытом воздухе в летнем сезоне. Выступали спортсмены-любители на грунте. Также свои умения показали всадники-паралимпийцы. А малыши катались на пони. Все победители и призеры получили подарки от спонсоров. С приходом осени состязания будут проводиться в крытых манежах. Портреты, филигранно выполненные карандашом, натюрморты и пейзажи, поражают своей детализацией. В Развилковской библиотеке новая экспозиция. Персональная выставка нашей землячки-видновчанки Ирины Красновой. Картины Ирины Красновой поражают фотографической точностью, глубиной и объемом. Более 20 работ, разнообразные натюрморты, пейзажи и портреты, созданные в разные годы, стали основой выставки под названием «Эмоции и чувства». Именно живопись помогает женщине наиболее точно выражать свои эмоции и чувства. Я рисую для себя, для исцеления своей души. То есть я считаю, что живопись – это терапия, прежде всего. Если какое-то плохое настроение, берешь кисть и рисуешь. То есть меня это спасает. Я забываю, я начинаю уже думать именно про свою работу. Рисовать-видновчанка Ирина Краснова начала еще в детстве. А в взрослом возрасте она стала художником по керамике, был период и работы в музее художником по костюмам. К своей первой персональной выставке Ирина шла долго, но ее творчество сразу нашло своих почитателей. Жители приходят и, честно скажу, все восхищаются работами. И каждому человеку нравится какая-то своя, какая-то определенная. Например, у меня есть любимая работа в этой выставке, как и, в принципе, на каждой выставке. Одна работа всегда становится любимой. У меня вот балерина здесь. Очень многие приходят, восхищаются чернокожими мальчиками. Помимо картин маслом, немало работ в коллекции Ирины выполнены угольным карандашом. В основном это портреты. Графика прекрасно позволяет передать изящество форм и линий. Их надо рисовать намного тщательнее, дольше и более тщательно прописывать детали. Мне это очень нравится. То есть мне нравится сидеть над ними долго, работать. Я могу и день, и два, и три. Могу переделывать, могу что-то стирать, заново делать. То есть мне вот это нравится, именно графика. Также на выставке представлены куклы, созданные руками художницы. Интересны как сами экспонаты, так и их одежда. Народные костюмы, сделанные с вниманием к самым мельчайшим деталям, не только самобытные и красивые, но и практичные. Все они снимаются, и кукол можно переодевать. Но и это еще не все. В каждой куколке есть сердечко, чтобы кукла выглядела живой. И на самом деле, чтобы в нее была такая, в общем-то, прекрасная душа. Насладиться работой Мерины Красновой можно до 15 октября. Не пропустите Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok